Вот поэтому, какой интерес, и вот уже в атаке, в поле, удар, мяч. Лима поучаствовал в этом эпизоде, фигу будет подавать. Фабио Капелло и его помощники разыграли хозяева поля мяч, пас назад. И тут же навестая подача, игра на опережении. Антониоли спокойненько все это дело видел, наблюдает за тем, как мяч. Смотрит, и он поставил как раз Эмерсона, человека, который может и подыграть, естественно, но и отработать, может быть, получше в обороне, с учетом линии хавбеков Мадридского Реала, где такие фигуры, как Фибу и Зидан. И вот вам Батистута в действии, головой бьет в нижний угол, Сезар прекрасно работает, и вот в итоге что получилось. А мы видим повтор и удар Батистута в правой нижней. Был нанесен удар, и вот как он двигался туда, так он и упал за этим мячом, поэтому все нормально. Вот если бы пройдет по ложному, то вот уже все было бы посложно. А пока Тамази пасует Кафу. Это Мази, опасный момент. Будет удар по воротам, бьет Кафу. Сильно в болезни Сезар реагирует, а Кафу считает, что Эмерсон и Лима – это ребята, которые должны обеспечить сохранность ворот. Вместе со своими защитниками, по воротам, Себина не помешал. Семь его Кафу, вот интересно, два парня из сборной. Вот кто кого в конце концов. Амази преследует Роберто Карлоса, пасный назад. Раул сместился, дает передачу. Дает передачу. Раул здорово играет Антониоли. Как удачно отбивать мяч, такой же подкактный, как Антониоли выполняет. Пасом Раул. Раул тут же налево. Роберто Карлосу пока там спали, ждали, но молодец, Забина. Вовремя оказался здесь в центре обороны. Подстраховал и выбил мяч на угловой. Видели, как хитрецы быстро ввели мяч в игру? Видите, Самуэль поблагодарил Заго. Самуэль, центральный защитник, забил гол, кстати, в ворота. Лечит, придя на угловое обычное явление в его исполнении. И он там, мяч пролетел, замкнул уже дальний угол. И вместе с мячом вкатился в ворота. Навесная передача, борьба за мяч. Еще борьба. Ну, будет удар через себя. Нет, не получается. Антониоли выходит, бросается в ноги, забирает мяч в руки. Такие ромы, они будут мешать Антониоли. Сейчас туда побегут еще нападающие. Они будут прятаться. Опасный момент. Вот видим, на опережении сыграл игрок. Традиционный, популярный весьма ход, когда мяч вот таким образом посылается к королевскому клубу. Зидан получает мяч, пасует его налево Роберто Карлосу. Потом возвращает Роберто мяч к Зидану. Зидан легкий период выполнил. Отдал еще дальше. Навзад. Там все надо, если что еще. И еще опять на левом фланге. Карлос посылает мяч. Какой удар к воротам. Уху-ху-ху-ху. Вот это да. Повезло сейчас Антониоли. Повезло Робе. Но повезло в том, что Рауль промахнулся. Левой своей коронной ногой бил наверняка. Посмотрите передачу. Там Самуэль вступил в борьбу. Мяч отлетел. И, конечно, исполнял Рауль. Он же это умеет. Мы знаем прекрасно. Сколько таких голов он красивых, зарячих, исполненных забивал. И здесь вот дальний угол. Причем и трец поднимал стоит в стенке. И вот удар по воротам. Но очень высоко. Сезар ведет мяч в игру. Счет не открыт. 0-0. Хельмут Крупп из Гермахну. В дальний угол. Да так удачно, что вверх не попал. И этот бой получился просто на земле. Моберто Харло с мячом пас назад по диагонали. Бить неудобно. Значит, надо дальше разыгрывать. Остроумно пропускает мяч игрок. Бьет. Поворотом. Мориентес. Коварнейший удар. Скачущий мяч, как балаха. И вот за ним ныряет туда Антониоли. И ну-ка посмотрим, как быстро убрал под левую мяч. И мяч попал по еще в ногу 19 номера Самуэля. И вот поэтому попрыгав туда, в сторону ворот и миновал в ворота. С мячом. Хозяева поля. И на каждом участке поля. Единобор. Удар по воротам. Там лежит игрок. Но его не видели. Правда, Сальгата там дежурит. Он знает стиль игры Кандаля. И поэтому играет позиционно там очень строго. Не особо не позволяет себе волю. И пас. Налево пас. Момент Антониоли выходит. Спасает свою команду. Удар. Ой-я-я. И снова Рауль промахивается, исполняя левой своей короны. Он же если... Работает этой ногой как... Как-как... Ну ладно. Павел Бураклюшко. Ну вот. Раньше я говорил Харламов. Ну так и вот посмотрите, как здорово все-таки сыграл Антониоли. По правилам бросился под удар. Мяч. Удар по диагонали. Сезар. Ошибка при передаче. Томази набирает скорость. Но Макелелев отобрал мяч очень красиво. Зидан. Томази. Одного, второго, третьего. Зидан. Томази. Это не первая встреча двух блистательных хавбеков еще в чемпионате Италии. До того, как Зидан перешел в мадридский Реал. Канделя. Тотти. Батистута. Пас налево Канделя. Рывется в штрафную Томази. Пас назад. Ну ай-яй-яй. Прозевали. Удар нет. Удар. Гол. Все. Гол. Роба забивает. Гол. Вот это атака. А, ребят? Потрясающе просто. Просто потрясающе. Франческо Тотти забил выше всяких похвал. Смотрите. Канделя на паузе уложил голкипера и выдал точный пас. Назад и... Назад и... Нет, этот француз, когда туда врывается, он, конечно, неудержим раз. И потом тоже. Голоснейший. Роберто Карлос. Прострельная передача. Удар. Еще удар. Нет. Дальше подхватил мяч. Зебина сыграл спокойно. Тотти навстречу. Эмерсон. Батистута. Пас Кафу. Вратарь в порядке. Молодец, Сезар. Что там добавляет арбитр? Ну, так отпускает мяч. Эмерсон. Лима. Под левой на замахе. Пасует мяч Батистуте. Батистута назад. Тотти по правому флангу. Где-то по инсайду. Пас в разрез. Бей с хода. Так оно и есть. Бьет с хода. Но тут опытнейший Ера. Все прочувствовал. Прочитал. Но, повторяя, элемент везения присутствовал. А в футболе сколько угодно таких. Жизненно важных эпизодов. И в конце концов. Рома ведет 1-0. Тотти пасует на левый фланг Ганделя. Тот набрасывает и опасный момент. Удар поворотом. Батистута, правда, под углом бил. А то базе были предположены уже угла ворот. Ждал оттуда передачи от Батистуты. Но у Батистуты была подкупающая ситуация. И он пробил поворотом. Но на пути стал защитник, а не голкипер. И отбил мяч на угловой. Подача с углового ударов с кода с разворота. Самуэль, естественно, там был. И он нанес удар поворотом. Центральный защитник в таких ситуациях всегда гостерял. Очень быстро. Вот видите, Солари 21 номер вводит мяч в игру. Опасный момент. Какой опасный момент с участием Рауля. И снова Антониори. Мяч в игре. Кафу. Да, и я вижу, что еще ушел. Ой, какой момент. Сезар вышел из ворот. Батистута добрался до мяча головой раньше. Пробил. Но давайте еще раз посмотрим. Да, конечно, опрометчиво вышел из ворот голкипер. Чего там говорить. И просто повезло сейчас. Немножко опасно играл через центр Лима. И Сейдан мог перехватить. Не полагается такие пасы делать. Нарушение правил штрафной. Сам Бог велел в этой ситуации Кафу использовать правый коридор так, как он это умеет. Удар поворотом. Перекладина. Вот это ахнул поворотом. Ну, таки стут это умеет делать. Навес в штрафную площадь. Нет, игра, конечно, потрясающая. Не игры, но зачем же опять круг останавливать? Было в первом тайме. То же самое. Мы разобрали тот эпизод. И вот сейчас. И вот удар штрафной. Мяч попадает в перекладину. И Сезар даже не двинулся. И вот навесная подача. Опасный момент. Нима. Эльгера пришел. Я могу только предполагать, что Фабио Капелло, в свое время работавший в Мадридском реале и сделавший команду чемпионом, так вот он, посмотрев на игру соперника, предложил своим посмелее просто надо просто сыграть. Кафу будет бить поворотом. Бьет. Молодец Сезар. Ах, ты красавец такой. Соло Кафу и, конечно же, соло Сезар. Вышел из ворот, сократил угол обстрела и выручил свою команду. Видите, причем сложиться успел. Самый сложный мяч в своей точке зрения. Футболисты Реала подхватывают его Зидан. Зидан, еще один пируэт и пас направо Фигу. Навес на противоположный фланг. Опасно. Ну-ка, удар поворотом. Да, удар. И Макроны, поэтому, как Канделя, не особо сейчас свирепствуют с подключениями. Сальгата с мячом будет набрасывать штрафную. Навес через себя в падении. Рука. Да, фенальтик. Нет, Круг уже назначил 11-метровый, так что это бесполезно. Уговаривать его Кафу, Алдаир. Вот, смотрите. Кафу играл головой. Пытается еще доказать, что мяч стоит неправильно, не на 11-метровой отметке точно, а чуть впереди, ближе к воротам. Итак, Фигу, пауза, удар, гол. Один-один. Голи секунды до момента удара получил. Вот, он контролирует прекрасную ситуацию. И здесь четко все было выполнено. 75-я минута спина. Всеми без исключения. Сабов, болельщики. Естественно, вырвать победу в этом матче у себя дома. И в атаке удар, поворотом отбивает мяч Антоньоли, Канделя и нарушение правил. Ир появился так. Место за гон. Это тоже не от хорошей жизни. Сезар ввел мяч в игру. Что же добавил арбитр? Даже интересно. Сальгадо, правый защитник. По правому краю играет. На Фигу. Фигу просто так уже, не глядя, набрасывает. Самуэль подставляет ногу. Опасное положение. Будет удар. Нет нарушения правил. Два братья. Очень хорошее расстояние для поражения ворот. Мы можем обыграть стенку. Итак, удар, поворот, но все-таки мяч попадает. Кому-то в голову уходит на угловой. В атаке Реал. Подходит к концу встреча. Неточный пас. Макелеле. Сальгадо. Ну давай, вся публика просит. Навешиваю. Удар, поворотом. Мимо. Билл Раул. Его шансы в первом тайме. Игра не имела значения, но он отыграл на все. Но, повторяю, элемент везения присутствовал. А в футболе сколько угодно таких. Жизненно важных эпизодов. И, в конце концов, Рома ведет 1-0. Тотки пасует на левый фланг Кантеля. Тот набрасывает и опасный момент. Удар поворотом. Батистута, правда, под углом бил. А то базе были предпредел положенного уже угла ворот. Он ждал оттуда передачи от Батистуты. Но у Батистуты была подкупающая ситуация. И он пробил поворотом. Но на пути стал защитник, а не голкипер. И отбил мяч на угловой. Подача с углового. Удар с хода с разворота. Самуэль, естественно, там был. И он нанес удар поворотом. Центральный защитник в таких ситуациях всегда гостерял. Очень быстро. Вот видите, Солари, 21 номер, вводит мяч в игру. Опасный момент. Какой опасный момент с участием Рауля. И снова Антонио Рипом. Мяч в игре. Кафу. Да, и я вижу, что еще ушел Робео. Ой, какой момент. Сезар вышел из ворот. Вот Батистута добрался до мяча головой раньше. Пробил. Но вот давайте еще раз посмотрим. Да, конечно, опрометчиво вышел из ворот голкипер. Чего там говорить. И просто повезло сейчас. И... Немножко опасно играл через центр Лима. Зидан мог перехватить. Не полагается такие пасы делать. Нарушение правил штрафной. Сам Бог велел в этой ситуации Кафу использовать правый коридор так, как он это умеет. Удар поворотом, перекладина. Вот это ахмел поворотом, а. Ну, Батистут это умеет делать. Навес в штрафную площадь. Игра, конечно, потрясающая. Вне игры, но зачем же опять круг останавливать? Было в первом тайме то же самое. Мы разобрали тот эпизод. И вот сейчас... И вот удар штрафной. Мяч попадает в перекладину. И Сезар даже не двинулся его отбуду. И вот навесная подача. Опасный момент. Мимо. Эльгера пришел. Я могу только предполагать, что Фабио Капелло, в свое время работавший в Мадридском Реале, и сделавший команду чемпионом. Так вот, он, посмотрев на игру соперника, предложил своим посмелее просто-напросто сыграть. Кафу будет бить поворотом, бьет. Молодец, Сезар. Ах, ты красавец какой. Соло Кафу и, конечно же, соло Сезара. Вышел из ворот, сократил угол обстрела и выручил свою команду. Видите, причем сложиться успел. Самый сложный мяч в своей точке зрения. Болисты Реала подхватывает его Зидан. Зидан, еще один пируэт. И пас направо Фигу. Навес на противоположный фланг. Опасно. Ну-ка, удар поворотом. Да, удар. Им огромный. Поэтому так Канделя не особо сейчас свирепствует с подключениями. Сальгата с мячом. Будет набрасывать штрафную. Навес. Через себя в падении. Крука. Да, фенальти. Нет, Крук уже назначил 11-метровый. Так что это бесполезно уговаривать его. Кафу, Алдаир. Вот, смотрите. Кафу играл головой. Пытается еще доказать, что мяч стоит неправильно. Не на 11-метровой отметке точно. А чуть впереди, ближе к воротам. Итак, Фигу. Пауза. Удар готов. 1-1. 1-1. Четко все было выполнено. 75-я минута. Спина всеми без исключения. Сабок, болельщики. Естественно, вырвать победу в этом матче у себя дома. И в атаке удар поворотом. Отбивает мяч Антониоли. Канделя. И нарушение праги. Ир появился. Вместо за гон. Это тоже не от хорошей жизни. Сезар ввел мяч в игру. Что же добавил арбитр? Даже интересно. Сальгадо, правый защитник. По правому краю играет. На Фигу. Фигу просто так уже не глядя набрасывает. Самуэль подставляет ногу. Опасное положение. Будет удар. Нет нарушения. Правил. Очень хорошее расстояние для поражения ворот. Запрошим обыграть стенку. Итак, удар поворотом. Но все-таки мяч попадает. Голову уходит на углову. В атаке Реал. Подходит к концу встреча. Неточный пас. Макелеле. Сальгадо. Ну давай, вся публика просит. Навешиваю удар поворотом. Мимо. Бил Раун. Его шансы в первом тайме. Игра не имела значения, но он отыграл на все.